Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина. Я приготовила для вас много хороших вопросов, и сегодня я их задам гостям, которые сидят в нашей студии. Говорить мы сегодня будем об энергосбережении. У нас в гостях Михаил Соломатин и Александр Фадеев, учредители волонтерского движения «Сохраним энергию для будущих поколений». Я напоминаю, что задать вопросы гостям в студии вы можете по телефону прямого эфира 8495 508 86 84. А я хочу такую, может быть, маленькую предысторию рассказать. Вот насколько я поняла, как образовалось волонтерское движение. На самом деле наши гости задумались о том, что в нашей жизни происходит каждый день. Вот выключаем ли мы зарядное устройство из розетки, когда телефон зарядился? Отключаем ли воду, когда очистим зубы? Правильно я говорю? Эти многие вопросы очень важны. Вот о чем они важны, сегодня мы и узнаем. Ну, я немножко о волонтерском движении расскажу. Да, давайте поподробнее. Мы-то так прям совсем чуть-чуть. Началось, в принципе, то есть идея возникла достаточно давно. Я долгое время работал, занимался непосредственно энергоэффективностью. И вот уже вышел даже 261 федеральный закон об энергосбережении, энергоэффективности. И вот там, посещая там предприятия, я обратил внимание, достаточно такую вещь удивительную, странную, что вот даже энергетики, профессионалы, скажем, той закалки, они как-то вот очень слабовато это понимали, странно к этому относились. То есть каждый считал, что главное надежность и безопасность. А вот энергоэффективность, ну, вот это как вопрос какой-то там второй. И я стал задумываться о том, что люди, собственно говоря, они просто нет такой культуры, нет такого вот понимания, восприятия. И тогда вот стали посещать вот меня, скажем так, подобные мысли. Потом в одном из компаний мы встретились с Михаилом. Он тоже энергосбережением и занимался энергоэффективностью, рациональным использованием. Вот. И, по этому делу, познакомились. И вот идея эта возникла, и все время она витала, собственно говоря, у нас в воздухе. А потом как-то мы сейчас вот разошлись в разных компаниях работы, общались в Мальске. Вот так уже как-то. И вот Михаилу мне позвонил как раз 22 декабря. Это день энергетика 2018 года. И там, среди прочего, говорит, типа, ну, ты знаешь, там, а вот я полуфиналист конкурса, лидер России. Слушай, ты знаешь, я тоже полуфиналист конкурса, лидер России. Говорит, типа, о, здорово, здорово. И буквально через несколько дней там, вот, куратор конкурса, там, Сергей Вадилеевич, объявляет о том, что, Киренка имеется в виду, давайте, надо сделать полуфиналистов социальный проект. Я так подумал, Михаилу, но если не сейчас, то уже, собственно говоря, когда? Да. И вот мы, средства и задуманные идеи начали активно воплощать, начали активно, то есть обратились, вот, соответственно, очень большое спасибо, да, Общественной палате, Енисовского района и лично Захару Юрьевичу Иванову за то, что так, вот, собственно говоря, нам помог, вот, и идея вся этого о том, чтобы, вот, начинать, вот, обучать, прям, фактически, вот, наши, да, с малых лет людей. Причем работаем, наша, вот, целевая группа основная, это молодежь. Вот у нас создался этот образовательный проект, там, у нас очень много идущих планов, и не только в Енисовском районе, но Енисовский район для нас, в некотором роде, он как якорь выступает. Почему именно Енисовский район был выбран? Енисовский район был выбран потому, что я здесь живу. Ну, я здесь живу с 1979 года, конечно, мне бы хотелось бы, да, свои знания и свои там умения как-то. Где родился, там и пригодился. Где родился, там и пригодился. Михаил тоже, ну, в области, в Московской живет, ну, район соседний, но, тем не менее, вот, поддержал, собственно говоря, меня в этом начинании, просто мысли, они опять же были, вот. И вот мы потихоньку-потихоньку начали вот эту вот работу, то, то есть мы, идея-то общая, чтобы получить, как сказать, такой синергетический эффект в достаточной степени. То есть вот мы работаем с молодежью, причем молодежью, там, скажем, там, старшие классы, там, студенты. Мы обучаем их, у нас большая накопленная база, вот, всех этих знаний, там, умений, да. А вот уже непосредственно студенты и вот школьники, там, старших классов, они уже идут и рассказывают непосредственно детям. Это получается, знаете, в игровой форме, это получается очень, очень прям великолепно. Вот буквально вчера-позавчера мы выступали, ну, точнее, наши волонтеры выступали, там, Одинцовская лингвистическая гимназия. Вот. И я, ну, чтобы их подготовить, там, все, там, Михаил, там, пришел, там, я, там, вот, там, начну там собраться, там, я на второй день еще, помню, был, скажем так, со стороны посмотреть, как все это происходит, как это все, где еще живет, как оно работает, там, без участия, ну, так, голосково, так сказать. Вот. Ощущался я прям, вот, я скажу, товарищем Дыниным из фильма вот этого «Добро пожаловать». Потому что, или по стороне ход воспрещен, непосредственно студенты, которые были, прекрасные вообще ребята, вот это вот, они так, посоль сказали, мы, я говорю, вы читали там методичку? Они говорят, мы читали методичку, вы не переживайте, вот у нас тут это, там, они там придумали музыку, как оформить, просто, ну, великолепные такие получаются, вот, вон, может, Михаил сейчас что-то... А вот раньше вообще были ли у нас такие проекты? Потому что, как мне кажется, вот, какие-то такие зачатки энергосбережения, они у наших людей присутствуют. У старшего поколения, да, бабушки все время выключают свет, по квартире ходят, и зарядники они отключают для мобильных телефонов. Вот с водой не знаю как. Вот это все-таки было, или такие, скорее, единичные случаи, и система такой никогда не существовала? Я скажу, что все-таки, как бы, вот, понимаете, вот такой культуры нету, потому что вот люди даже, которые давно, вот я с советского времени все-таки сам еще, да, вот, которые жили там за рубежом какое-то время, да, их прямо, вот, они прямо кидались в глаза. Вот, для меня, к примеру, это вообще было как-то дико даже, то есть человек вот чистит зубы, выключил воду. Как так? Я даже как-то не представлял, как, ну, не представлял тогда, думал, как, ну, вот она идет, и идет, и все, так шумит, так это здорово, так как просыпаешься по пути. Ну, не знаю, Михаил Павлович. Ну, здесь вы правильно отметили, то, что такие работы уже были до этого. Естественно, в Советском Союзе раньше, вот, люди старшего поколения, они не могли напрямую наблюдать результат вот своей деятельности, потому что не было приборов учета, тогда технологии еще не позволяли по квартирной учету энергоресурсов производить. Сейчас же это все видно. Закрыл кран, там, выключил зарядное устройство, свет погасил, выходя из помещения, у тебя счет за коммунальные услуги гораздо меньше. Но здесь даже дело не в деньгах, а главное в принципах, то, что ты знаешь, что ты проявляешь активную позицию жизненную, сохраняешь экологию, потому что в конечном итоге все энергоресурсы – это экология, это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, вот это главное, это основное. И что сейчас происходит, в принципе, это тема на слуху. Я думаю, наши зрители все слышали. Проводятся фестивали, открытые уроки, многие энергокомпании занимаются подобной работой. Но в чем отличие нашего проекта, то, что мы хотим привить научный подход, потому что мы ориентируемся именно на, как Александр отметил, на старшую школу, на студентов. Мы хотим привить им, во-первых, любовь к энергетике, заинтересовать этой темой, в некотором роде это как профориентация. И главное – привить им научный подход. То есть мы не будем просто так проводить какие-то мероприятия, мы будем их оценивать. Сейчас мы готовим базу методическую для того, чтобы определить конкретно, какой эффект, сколько киловатт-часов, сколько воды сэкономлено, сколько тепловой энергии. Вот, естественно, там в каких-то удаленных, небольших населенных пунктах это будет сделать проще. Выступить в школе, там, как правило, одна школа, и потом оценить показатели натуральные, как изменилось потребление по суткам, в целом за какой-то длительный период времени. И мы сможем таким образом понять, какой натуральный эффект. Естественно, в таких больших городах, как Одинцово, это сделать сложнее, потому что сложно охватить всю территорию города. Но, тем не менее, мы найдем способы. Энергетические компании, я хотела поблагодарить, очень поддерживают нас в этом проекте, хотя проект только начинается. Но помогают и материалами, и методически, и готовы нам помочь в реализации следующих этапов. Именно по учету, чтобы понять результат. Потому что, вот, моя личная уверенность, что, во-первых, для волонтеров мы сделаем большой плюс, чтобы они увидели этот научный подход, чтобы они работали на результат. Не просто, там, пришел, где-то, там, повеселился, с друзьями встретился, там. Подход тоже, я думаю. Да, чтобы ты мог оценить, чтобы потом своим родителям, там, своим детям, друзьям мог... Кстати, это все было не зря. Не зря. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Я живу в поселке Горки-10. Зовут меня Наталья Серафимовна. Я много раз обращалась в наше Домоуправление и обращалась в Сельский Совет. Потому как у нас в поселке свет всегда горит, можно так сказать. А вы говорите о том, чтобы мы берегли его. Так мы-то дом-то точно бережем, а вы-то нет. Ну, на самом деле, я уверена, что гости в студии тоже берегут электричество. Они не имеют никакого отношения к тому, что фонари в Горках-10 горят все время. Но, Наталья Серафимовна, пожалуйста, оставьте свои контактные данные. Потому что вы, я так понимаю, Александр Ильичев, консультант, эксперт Общественной палаты Одинцовского района. Михаилов, да, тоже. И Михаилов тоже. Мы передадим ваше обращение в Общественную палату и будем надеяться, что Общественная палата с этим разберется. Ну, это такое, скажем, да, так бывает иногда, что фонари... Яркий пример. Очень яркий пример. Это, кстати, между прочим, очень важное, собственно говоря, понимание. Между сбережением к таковому роду сбережения, это, пожалуйста, все. Рубильник выключили, все отключили и сидим. Как первобытные люди, преподавшие в инстрии. Весь вопрос стоит именно в рациональном использовании. То есть, непонятно, как это сказал Наталья Серафимовна, да? Тут надо вовремя отключить. Где горит этот свет, собственно говоря, когда он горит. Ну, я так понимаю, в дневное время. Насколько это уличность, сколько на дневное время там. То есть, там есть определенные, то есть, ну, свои категории. Но за этим следит все-таки, я так понимаю, администрация, наверное. Ну, наверное, коммунальщики должны место исключить. А вот исходя из того, что сказал Михаил перед телефонным звонком, назрел такой вопрос. Может быть, не совсем простой, да? Энергокомпания с вами активно сотрудничает и будет следить за тем, какая экономия, ну, скажем так, электроэнергии получилась. Но ведь это же получается им в убыток. Чем больше, тем лучше. Хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что нам тема намного, она, скажем, вопросом намного более там тоньше, чем лежит на поверхности. Энергокомпания не значит, что если она продала как можно там больше всего, там киловатт-часов, там гигакалории, там тепла, кубометров воды, вот она это получила. У энергокомпании есть свои программы энергосбережения, которые учитываются в инвестиционных программах, отражаются это, соответственно, в тарифы. Там каждая компания получает определенные, собственно говоря, тарифы. И для них, естественно, особенно, когда идет, к примеру, пиковая нагрузка. Вот, предположим, если все жители города Одинцова, предположим, там вот у нас пошли холода сейчас, ну, не сейчас сейчас потеплево, вот когда были холода, каждый бы включил бы там по печке там 5 кг, так энергетическая система могла вообще лечь, появляются эти, собственно говоря, пики, да, которые вот именно вот уровень сознания населения позволяет, собственно говоря, сглаживать. Плюс энергокомпания могут работать через, как уже Михаил говорил, там приборы учета, да, то есть фактически оприборивать за свой счет людей. Такие эксперименты, они, собственно говоря, есть, и мы там, просто пока не хотелось бы вам все карты раскрывать. Есть такой у нас один вариант, вот, который Михаил подготовил, может, там расскажет чуть-чуть про него. Да, сейчас вообще энергетика, это область регулируемая, государство устанавливает тарифы, жестко контролирует, поэтому какие-то изменения внести достаточно сложно. И созданы современные рыночные институты, несмотря на то, что государство контролирует тарифы, но у энергетиков есть возможность через реализацию инвестиционных программ, энергосберегающих программ, вот, за счет тарифа реализовывать какие-то, да, мероприятия, в том числе направленные на энергосбережение. И вот то, о чем я рассказывал, так раз до звонка, то, что наш проект позволит определить реальный эффект. И затем энергокомпании смогут, опираясь на вот эти данные, использовать. Вот, вы правильно отметили, то, что экономия, это, с точки зрения энергетиков, это уменьшение реализации, объемов реализации. Но с точки зрения генерирующих, сетевых компаний, это повышение надежности. Вот, и, как бы, наиболее эффективно будет в случаях, когда есть какие-то ограничения по инфраструктуре. Например, Одинцово очень быстро растет, развивается город, а инженерные сети, они так быстро не могут развиваться. Соответственно, если снизить потребление, если рационально использовать, то повысится надежность, и рост тарифов будет меньше. Вообще можно его сдержать. И это, в общем-то, скорее плюс, чем минус. Конечно. Получается, да, выигрывают в той или иной степени, выигрывают все. Я хочу напомнить телезрителям, что одно из мероприятий представители волонтерского движения «Сохраним энергию для будущих поколений» уже провели, может быть, уже на данный момент и не одно, в первой библиотеке. Кроме волонтеров, на нем присутствовала также и наша съемочная группа. Внимание на экран. Александр Фадеев и Михаил Соломатин – специалисты в области энергетики, поэтому знают об энергоресурсах все. Но, как и многие из нас, иногда совершают бытовые ошибки, которые приводят к напрасным тратам воды или, например, электричества. Работает телевизор, компьютер, свет во всех комнатах. Если говорить про электричество, не закрываем окна, двери. Ну, в общем, вы сами, каждый человек сам знает про себя и ничего с этим не делает. Работать над собой Михаил и Александр предлагают сообщать. Для этого они учредили волонтерское движение «Сохраним энергию для будущих поколений», цель которого – научиться бережно относиться к природным ресурсам самим и научить этому других. В первую очередь прививать навыки энергосбережения будут школьникам и студентам. У нас предусмотрены несколько программ обучения. То есть программа обучения и для начальных классов, 1-й, 3-й, 4-й класс, программа обучения для более старших детей. И, соответственно, программа обучения есть уже непосредственно для тех, которые работают на предприятиях, работают в социальной сфере и прочее, прочее. Проводить энергосберегающие занятия с детьми будут волонтеры. Методические рекомендации по подготовке и проведению тематических уроков добровольцам презентовали в библиотеке номер один на мастер-классе, который прошел при поддержке общественной палаты Одинцовского района. Этот проект, я думаю, будет интересен и школам, и, я думаю, следующий этап институтам, училищам. То есть как правильно людям энергоэффективно сохранять воду, электричество, ну и немножечко затронем тему мусора. Отключать зарядное устройство от питания, когда смартфон не заряжается, не оставлять кран включенным во время чистки зубов, не наливать полный чайник, использовать только нужное количество воды. Эти и другие не менее простые правила помогут сэкономить не только природные ресурсы, но и деньги потребителей. Эффективность проекта «Сохраним энергию для будущих поколений» покажет время. Его результаты проанализируют общественники и представители ресурсоснабжающих организаций, посчитав, насколько фактически снизился расход электричества, воды и газа. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о рациональном потреблении энергоресурсов, правильно? Да. Работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Звоните и задавайте свои вопросы гостям в студии. Вот прежде чем мы перейдем к более подробному обсуждению правил, которые желательно каждому из нас соблюдать, вот хочется узнать, а как вы сами относитесь к энергосбережению? Хорошо относитесь, да? Хороший вопрос. Ну вот я сейчас, например, я в частном доме живу, то есть вот я могу прям вообще весь спектр применять всего тому, чего я, собственно, научился. В путь там, да, в этом солнечной энергии. То есть насчет того, как правильно беречь, как правильно это вот... Тут вот прямо вот то, что, говорится, не прибавит, не отняет. А сложно было к этому привыкнуть? Ну, если я этим занимался достаточно долгое время, ну, как, естественно, я пришел сразу, то есть вот когда переехали, да... То есть просто было естественно. Да, ну для меня это было, конечно, вот это, вот это, вот это. Ну, то есть она, есть одна культура. То есть, ну, самое основное, да, это как бы там, ну, вот возьмем там отапливание, да, там, снизить потери, прежде всего, например. Да, то есть, ну, не хочешь. Тут уже каждый, понятно, что нужно понимать, да, соотношение. Кто-то может просто заклеить окна, да, а у кого-то есть, собственно говоря, средства, чтобы их поменять. Вот. Кто-то может, предположим, купить там стиральную машину. Я вот посчитал, кто у меня работает дома. Вот у меня там семья, там трое детей. У меня работает дома 14 электроприемников, как это практически стоит. Причем таких очень немаленьких, собственно говоря. Ну, вот. Данный прибор, час, множим на количество часов, множим на срок гарантии, 1-2 года, предположим, он работает, может быть, там, 300 часов в год. А вот 600 часов. Множим на этот самый, на реальный экономический эффект, множим на рубли и сравним, скажем. А плюс-плюс, предположим, стоит, не знаю, там, 25 тысяч, там. А плюс стоит уже, предположим, там, не знаю, там, 15 тысяч, там. Там, предположим, не знаю, там, что там, какая-нибудь там. Посудомойка, предположим, собственно говоря. Я смотрю, что по данному соотношению мне, конечно, лучше взять вот А плюс. И, к примеру, тоже там небольшое. То есть, мою там посуду руками, вы всегда потратите воды больше, чем... Потому что такой культурой и у нас... А еще потратите много сил. Много сил, много потратите, да. Уровень комфорта, мы же не... Ну, еще раз говорю, мы ратуем не за какое-то глобальное энергосбережение, нет. Мы ратуем за рациональное потребление. Подходы очень важны. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юра. Юрий, очень приятно задавать ваш вопрос. Я совершенно случайно смотрю, переключал каналы, включил в любимое Одинцовское телевидение и видел своего хорошего знакомого Александра. Я надеюсь, что... Ну, Юра Руднев, наверное, да? Да, здравствуй, слушай, дорогой. Давно тебя очень не видел. Вот, Юрий, а вы как относитесь? Передаю, передаю тебе привет. А как вы относитесь к энергосбережению, Юрий? Замечательно я отношусь к электросбережению, именно вот к электрическому. Только у меня вот проблемка маленькая. Соседи стали завидовать показаниям моего счетчика. Вот как с этим бороться, вот не представляю абсолютно. Сейчас мы попробуем разобраться. Юрий, спасибо вам. Ну, нам помог другой сосед, электрик сверху. Он объяснил, что у нас холодильник старый, на самом деле, энерго-неэффективный. Но он, когда отключается, то отключается насовсем. И на счетчике у нас загорается из-за этого желтая лампочка, новое поколение счетчика. Вот, и поэтому всем видно, что у нас нет потребления электроэнергии в квартире. А так, в основном, электролампчики заменил на светодиодные. Вот, и так вот сдается. То есть, по мере возможности стараетесь приобщиться к движению вашего друга, да, и коллеги? Или только друга? Нет, не коллеги, мы с Силой в свое время на самбо вместе занимались. Спортсель. Сказ-то-сказ-то-27, да. Ну, вот чем мы можем помочь соседям? Наверное, можем помочь тем, что расскажем основные, может быть, какие-то моменты энергосбережения. Что мы можем делать в быту для того, чтобы энергоресурсы, ну, как-то поменьше расходовать. Михаил, вы это делали очень интересно в игровой форме на занятиях в первой библиотеке. Да, посещайте наши мероприятия. Вы можете поиграть и выключать, да, на ваших мероприятиях. Очень интересно. Ну, если так рассказать вкратце, основное, вот, даже если исходить из финансового эффекта, наиболее, как бы, затратная статья квартплата – это отопление и горячее водоснабжение. По горячему водоснабжению здесь понятно. Лучше использовать посудомоечную машину, лучше использовать стиральную машину, чем стирку вручную. В правильных режимах, потому что основной на нагрев воды идет. Да, и... Так что, мужчины, покупайте своим женам посудомоечные машины. Это не только сэкономит бюджет, я так понимаю, что прилично сэкономит, но еще явно настроение вашей супруги будет лучше. Да, именно так. И важно сохранять еще тепловое. Энергию для отопления. Если особенно ваш дом оборудован общедомовым прибором учета, либо если у вас есть поквартирный учет. Это, соответственно, замена окон на энергоэффективные, либо можно просто заклеить их. Эффективно использовать отопительные приборы с регуляторами мощности, для того, чтобы можно было эффективно регулировать. Вот у меня, моя квартира оснащена такими приборами, я там вечером делаю попрохладнее, когда на работу ухожу тоже, когда возвращаюсь, включаю на полную и очень быстро все. Ну и экономический эффект от этого ощутили? Да, конечно, ощутил. У меня есть новостройка, новая квартира, установлен поквартирный учет. По тепловой энергии можно практически в два раза сократить потребление, если рационально использовать. Потому что дом новый, когда я заехал, на полную мощность все было открыто, и температура в помещении была 27 градусов. По требованиям ГОСТа, по СНИПу, температура должна быть 18 градусов, либо 20 градусов в угловых помещениях. То есть на 7 градусов больше, регулируя там до 18-20, тем более там, когда уезжаешь, можно поменьше сделать, до двух раз. Ну, я говорю про такие холодные месяцы. Когда теплее, там, конечно, в относительном выражении меньше, но тем не менее. Тариф в 2000 рублей за гикокалорию, поэтому это приятная экономия. Конечно. В первой библиотеке, когда мы снимали ваш первый на тот момент семинар, всем раздавали памятки, как можно сэкономить воду, как можно сэкономить электричество. Ну, это примерно, да, все знают. Ну, не все делают, но все догадываются. И как сэкономить газ? Вот расскажите про это, пожалуйста. Ну, газ здесь тоже нужно смотреть по-разному. У кого газовая плита, естественно, нужно рационально с ней обращаться. Соответственно, подбирать посуду необходимого диаметра, следить за чистотой, чтобы все было, ну, дно было чистое, чтобы не было тепловых потерь. Ну, и, соответственно... Не топить газом хотя бы. Начнем с того... Это еще и небезопасно. Не безопасно, да, к сожалению. Это еще очень даже небезопасно. Но я так понимаю, что ваша главная аудитория, да, целевая, это старшие школьники и студенты, которые будут работать волонтерами. Быстрее донесут эту информацию. Она будет, как и в их среде, распространяться. А вы в какой форме будете доносить эту информацию до них? Так вот вопрос, смотрите, какой. Вот это в библиотеке номер один наставлялось презентационное достаточно такое мероприятие. И потом уже волонтеры... Ну, там видели, там в символике, которые сидят уже наши, да, то есть, вот, уже потом люди, которые пришли, мы отдельно еще для тех, кто проводил непосредственно вот уже в школах, вот, потому что это вот... Ну, это одно из наших прям вот было таких вот, скажем так, вот, фишек, как это назвать, да, чтобы вот именно вот волонтеры доносили, вот, не мы сами. Вот, что вот мы их сначала, да, готовили, обучили, о том я рассказала, они уже потом дальше вот развивают, и получается и в их среде это развивается, да. И мне потом даже с этим волонтерам говорят, что давайте сходим куда-нибудь, ну, если там, не знаю, там, там, в колледже, там, давайте прям, давайте по нему, там, студенческое, ну, что-нибудь поумнее, вот, как сказал Михаил Буле, такие какие-то вещи наукоемкие. Вот памятка, она больше сделана, их там, много-то, она больше сделана для детей, чтобы ребенка, придя из школы, просто там, пап, маме дал, и это... Может, и почитают. Игра там есть. Игра там есть, да. Да, про игру расскажите. Так, потому что это не только лекции, да, какие-то семинары, но это в игровой форме тоже. Нет, это игры, да, да, и прямо вот я вот, когда вот видел все это, как вот это дети, там вот наши вот волонтеры, они стоят и говорят, типа, кто хочет поиграть? И дети прямо вскакивают там и бегут там, эти вот провода, эти выключатели, да, все-таки, вот, ну, в доступной форме там для каждого. Понятно, что, ну, с более там старшими детьми, которых мы, конечно, ведем там совсем хотя бы, да, хотя бы, грубо это, там, про классы энергоэффективности, да, но это уже как бы детям так, собственно говоря, не донесерами. Ну, 100 грамм в форме там мы даем, а что такое там энергия, к примеру, откуда она берется, а как вот, ну, то есть, это вот. А каких результатов вы должны достичь, чтобы вот сесть однажды вечером, выдохнуть и сказать, все, мы свое дело сделали? Ну, нет, я думаю. Такого результата нет. Надо развиваться и идти вперед. Научный прогресс на месте не стоит, всегда появляется там что-то новое. Когда-то это вообще, помню, с открытыми глазами, там, еще при нем смотрели там, да, лампы, которые горят, вот, ну, динамические, когда проходят это, с датчиков движения, это считалось что-то прям такое, ооо, как же так, сейчас, пожалуйста, не везде, и то есть, это все нормально, все понимают, собственно говоря, почему они там, вот, ну, собственно говоря, так работают, сейчас изменились там разные. Вот, к примеру, да, вот Юра Сванева, мой знакомый, говорит, лампочки за него на светодиодные. Вот вопрос, опять же, для более старших, типа, а где за него на светодиодные? Потому что, к примеру, там, там, в спальне, там, где человек написано, там, работать, там, там, хорошо еще металлогалогенки поставить. У них хороший свой поток, у них хорошая цветовая гамма, там, приятный там свет. А светодиодные лампы, собственно говоря, которые там, вот именно, они заточены под то, чтобы меньше потреблять электроэнергии, их лучше поставить, ну, например, там, в санузел, тот же самый, в туалет, в ванну. Почему, объясню, потому что, если много, если людей, вот они ходят и все время включают, светоключают, включают, выключают. Если возьмем обычную лампочку, вот, образуется, так называемый, пусковой ток, вот, все время, и чем больше мы, вот, его включаем, выключаем, тем у него срок службы быстро уходит. Светодиоды, она перегорает, да, а светодиодные лампы, они на такое, вот, именно на переход, они на это не реагируют, у них другой принцип абсолютно, соответственно, вот, туда светодиоды, то есть, ну, тут, в принципе, развиваться, совершенствоваться, но есть где, вполне, да. Работайте, работайте. Ну, как и так. Ну, я желаю вам удачи в этом направлении, надеюсь, что однажды мы все придем к вот этой, все-таки, мне кажется, это философия энергосбережения. Да, без всего. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok